Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, впереди долгожданный праздник, долгожданный. Ты веришь в Деда Мороза, Наташа? Верю. Веришь? Даже в Снегурочку верю. Верезно? Нет, ну в Снегурочку, само собой, Снегурочку и я верю. Что за несправедливость? Да нет, нет, здесь никаких гендерных различий, нет, нет, просто... Ну ладно, сейчас мы об этом поговорим. Итак, уважаемые слушатели, сегодня практически последний эфир в этом уходящем году. И мы во многом, наверное, отойдем от основных тем, обсуждаемых в «Сухом остатке». Конечно, поговорим о рынке, ну куда без него, но... Хотелось бы напомнить вам прежде всего о том, что грядут большие праздники, я имею в виду выходные, да, много, большое количество выходных дней. И бывает очень нелегко спланировать свои финансы таким образом, да, что к следующей зарплате, по крайней мере, что-то оставалось бы в кошельке. Ну, а поскольку у нас миссия, я имею в виду сухого остатка, мы говорим о деньгах, не как сохранить и приумножить их, поэтому мы не могли отойти от этой темы и сегодня. Значит, мои гости, прежде всего, я с удовольствием вам их представляю. Это Наталья Лесина, начальник адрентического отдела группы компании «Алор». Добрый вечер, Наташа. Здравствуйте. И это Иван Кабулаев, управляющий директор «Инвест-кафе». Добрый вечер, Вань. Здравствуйте. Ну, вы сами понимаете, я надеюсь, да, что из всего... Давай так, из всей огромной армии аналитиков... Хотя, с другой стороны, ты в рейтинге на первом месте, тут выбор-то был очевиден. Это я, Наташа. Так, тем не менее, из всей огромной армии аналитиков мы выбрали на заключительный эфир именно вас, потому что наверняка, еще раз повторю, вы все знаете о личном планировании, о личном финансовом планировании. Наташа, как это дело обстоит у тебя? Ты вообще сама планируешь свои финансы? Конечно, планирую. Свои финансы я не доверю никому. Это понятно. Ну, это понятно, что ты никому их не доверяешь, но планировать, может, и не планируешь. Тратишь налево и направо огромные свои вот эти вот... Изи кам, изи го. Изи ка, да, да. Если бы я все свои... Если бы я финансовым планированием вообще бы не занималась, мне кажется, поступала мне какая-нибудь там зарплата или бонус на карточку, и на следующий день, я думаю, ничего бы, в принципе, не оставалось. Потому что магазины, это штука такая. Такое количество, да, всяких соблазмов у Наташи. Так не происходит? Нет, слава тебе, господи. То есть ты в конце каждого, или в начале нового рабочего месяца, ты заполняешь план, бюджет у тебя, да, на следующем месяце. Есть бюджет некий. Ну да, конечно, я его в голове как-то так прокручиваю, да. Тебе как аналитику проще это в голове, а слушателям все-таки, да, наверное, на бумажке. Ну, я бы, наверное, да. Если давать какие-то рекомендации, то, конечно, людям... Когда я не была, давай так, когда я еще не была аналитиком? Ну, кстати, у меня было время, когда я пыталась все это записывать в бумажку. Ну, честно скажу, у меня не то, что не выполнялось, а я забывала записать. И у меня получалось, что я, например, записываю, что у меня должна быть такая-то сумма, А потом я вспоминаю об этом замечательном моем листочке, где я вроде должна была все траты там записывать, доходы, расходы. И почему-то у меня резко отличается просто кратно. Я понимаю, не мой это как-то. Да, наверное, это не то. И потом все-таки я бы, знаешь, на что списал. Все-таки ты девочка. Девочек, наверное, пора иначе как-то. Давай мы у мужчины спросим. Представители... У мужчин по-другому все, конечно. Ну, конечно, конечно. Москиты по-другому заточены, как говорят. Я Excel'ем пользуюсь, если ответить на ваш вопрос напрямую. Не, ну хорошо, не важно, чем ты пользуешься, вручную записываешь или компьютер используешься. Главное, что у тебя есть некая финансовая планирование? Финансовая планирование касательно личных расходов, наверное, нет. Ну, есть какая-то относительно стабильная сумма, которую в месяц трачу. И, ну, не особо вникая, куда именно они уходят, но как-то так уже устоялось. А все, что касается личных инвестиций, это, конечно, требует обязательно подсчета. Потому что за каждой инвестицией нужно внимательно, пристально смотреть. Не, ну, наверное, мы не об инвестициях, а именно о личном финансовом планировании. Ну, вот есть некий бюджет. Давайте я расскажу, как у меня это происходит. На примере. На примере, да. В живом. На пока еще живом примере. Как у меня это происходит. У меня есть некий бюджет на месяц. Вот. Здесь, ну, основные стандартные траты, да, на что уходят деньги ежемесячные. Коммунальные платежи. Коммунальные платежи. Коммунальные платежи какие-нибудь, да. Там покупка необходимых товаров. Что там? Бензин. Вот что-то такое. Ну, то, что ежемесячно. А потом все это вы подбиваете и говорите, вот на это все у меня уходит вот такая. Кстати, здесь вот, да, Ваня, я тебе говорю, здесь уже ты не скажешь, что я куда-то трачу и не знаю куда. То есть вот эта сумма, она идет на бюджет. Там плюс-минус всегда бывает. А вот все остальное, что остается, дальше я добавлю обязательно, если остается, вот оно уже и требует этих самых скрупулезных, скрупулезного планирования. Ну, конечно, еще в первую очередь стоит отметить, мне кажется, платежи все-таки по кредитам. Потому что сейчас, мне кажется, их очень много. Вообще, в принципе, у населения, если взять особенно Москву, то есть развитые города, то, конечно, еще в обязательные платежи пойдут и там какие-то проценты по кредитам. Это тоже как, можно сказать, константа. Да, такой способ удобен, потому что мысленно человек уже будет понимать, какая у него фактически сумма уже там реально на руках. То есть не зарплата, с которой уже вот эта вот сумма каждый месяц, она ежемесячно уходит. В принципе, зарплату уже в голове можно мысленно вот вычесть. Вычесть, да. Вот все вот эти обязательные платежи. И увидеть отрицательную величину. Не дай бог. После этого вычения. Самое неприятное, если эту отрицательную величину компенсировать кредитами как раз. Или кредитными картами. Кредитные карты особенно затаскивают в эту яму. Это получается, да, это такое лавина. Конечно. Какой-то убыток мы берем в долг, закрываем эту дырку, потом значит... Ну да, кредит закрыть кредит, а можно на него еще взять кредит. Это известное развлечение такое у многих российских. Нет, ну и рефинансирование, если это делать с умом. А если это делать, как многие делают заемщики, к сожалению, это может привести к печальным последствиям. Звонкам коллекторов. Вот, кстати, давайте, да, мы не говорим о печальных последствиях, а мы говорим уже о неких рекомендациях. Ну, не торговых, но вполне осязаемых. Первое, и, ну, она может не самая главная, но очевидная рекомендация, это не закрывать кредиты кредитами. Правильно? Да, конечно. Абсолютно точно. Почему я только это формулирую? Это же вы должны... Ну, на самом деле, тут даже есть рекомендация еще выше уровня. Не брать кредиты тогда, когда нет возможности их выплатить. То есть очень грамотно брать кредиты. А есть еще более высокий уровень? Не брать кредиты вовсе. Не, ну почему, если... Ну, это да. Такой момент немного спорный. Спорный, да? Конечно. Ну, потому что, в принципе, почему человек не может взять кредит, если он действительно... Человек платежеспособен. Он вполне может... Хорошо, а что в том понимании платежеспособен? Ну, предположим, если взять такой вид, скажем так, кредита, как ипотека. Например, накопить на квартиру, это мало кому под силу, скажем так. Нет, ты еще так скажи, с моими-то расходами накопить его. Ну, слава тебе, у меня с этим все нормально, я... Квартирный вопрос решен. Но, тем не менее. Соответственно, почему нет? Почему не взять ипотеку, если действительно человек может ее погасить? Ну, подожди, а как он принимает решение? Я могу взять ипотеку, потому что у меня есть, я не знаю, там, обеспечение какое-то под ипотеку, бабушкина квартира. Нет? Желание купить квартиру. А, желание? В первую очередь. Достаточно? Обычно. Ну, на мой взгляд. Вообще, первоначальный взнос на ипотеку. Да, у меня есть он. Если, соответственно, есть взнос, надо понять, какая квартира, то есть обратиться, соответственно, скорее всего, это будут банки, с которыми работает, соответственно, данная строительная компания, посмотреть на ставки банков. И, соответственно, ужаснуться сначала, да, и потом все-таки сесть и оценить, и здравооценить, способен ли данный взятый человек, соответственно, данную сумму каждый месяц отчислять. У себя есть зарплатка. Да. Здесь нужно понимать, да, насколько я уверенно смотрю в завтрашний день, потому что я работаю, долго работаю, и буду долго работать, и мне будут продолжать выплачивать, или меня будут уволить. Не, ну, конечно, тут зависит, там, сколько источников дохода у семьи. Наташа, извини, ты какой-то не очень интересный пример привел, сразу про ипотеку. Давай что-нибудь попроще возьмем. Нет, зато это очень жизненно. Это жизненно. Мне кажется, квартирный вопрос беспокоит. У тебя решен квартирный вопрос, я не понимаю, почему для тебя это жизненно. А я о людях других беспокоюсь. Нет, просто обычно мы о том, что нас лично тревожит, начинаем обычно рассказывать. Давайте попроще возьмем. Вот впереди у нас Новый год. Еще раз повторю, последний эфир в этом году. Естественно, а что нам нужно сделать в преддверии? Купить подарки. Купить подарки. Это тоже не просто так. Шел мимо, да, увидел там что-то ненужное, думаю, дай-ка я его куплю, потому что все равно потом... Все равно все потрачу. Конечно, потому что мне сейчас ненужные тоже кто-то что-то... Ты подарки передариваешь, кстати, Наташа? Нет. Нет? Ну вот после Нового года остается очень много всяких... У меня очень много... Это правда. ...всячины. Вот куда ее девать? У меня очень много дома, как раз вот таких, как я их называю, пылесборников. Пылесборников? Главное просто... О, я вам секрет сейчас рассказываю. Главное помнить, кто что вам подарил. И не передарить назад. Совершенно верно. Мне кажется, будет очень обидно. Это будет неприятно, я с тобой согласен. А вы передариваете? Конечно. Ну а зачем? Зачем выбрасывать вещи, которые кому-то могут пригодиться в жизни еще? Нет, так на самом деле такие неприятные истории бывают с алкоголем. Одно и то же, туда-сюда. Нет, а как ты можешь алкоголь передарить? Ну если не успел потребить. Пустой был. А, в этом смысле? Да, да, да. Не, не пустую, а вот подарили там виски, а оно стоит, стоит на полке. А потом как бы, хоп, день рождения, оказался там лучший человек. Ваня, дорогой мой, ну что ты такое говоришь? Подарили виски, а оно стоит. Ну забавно. Тем более накануне нового года. У девушек, Жанна, можешь стоять? Правильно, виски-то? Ну слава тебе, господи, виски мне никто не дарит. Почему, слава тебе, господи? Потому что я не пью виски? Потому что я не пью его. А, коктейли? Мартини, шампанское? Шампанское. Вова, я просто, я задаю вопросы практичные, я же не знаю, что тебе дарить, понимаешь, на этот Новый год. Что на полке взяли? Из подарков, как мы выяснили, ты видишь? Это очень интересная тема, сейчас мы прервемся на новости, послушаем их с удовольствием, а потом продолжим разговор. Ну что ж, уважаемые слушатели, в эфире Сухой Остаток, в эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, продолжаем наш сегодняшний предновогодний эфир. Я напоминаю, сегодня в гостях Наталья Елесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор», и Иван Кабулаев, управляющий директор «Инвесткафе». Обсуждаем мы с вами, с ними все вместе, обсуждаем тему, актуальную в преддверии новогодних праздников, тема, связанная с личными финансовыми. Как правильно составить финансовый план, ну хотя бы на оставшуюся неделю. Хотя надо было планировать заранее. Не, ну горизонт должен быть сильно больше, чем неделя, конечно. Конечно. Несколько лет желательно. Серьезно. Да, абсолютно. Планирование к Новому году за несколько лет. Кстати, слушатели сейчас могут нас послушать и начать планировать 2014 год. Ты имеешь в виду? Новый год. Новый год. Вот. Давайте вернемся. Значит, только что мы с вами обсуждали до новостей проблему подарков. Как сделать правильный подарок? Ну, давайте реально смотреть на вещи. Ведь очевидно, что огромное количество родственников, друзей, знакомых, коллег по работе и прочее, и прочее, и прочее. Не дает, Наташа смотрит на меня так серьезно, смотрит внимательно слушать, не дает возможности, ну так я корректно сейчас скажу, ну помоги мне, Ваня, не дает возможности. Не знаю, что тебе не дает возможности. Индивидуальный подход к подарку. Вот, вот, вот. Не дает возможности, да, но до конца воспользоваться индивидуально. Подвигают к массовым закупкам? Вот, вот, вот. Как это выглядит обычно? Ну, у меня опять такие зрители. Проходишь время, когда нужны вот подарки какие-то. У меня, кстати, есть список всегда. У меня есть список. Ну, сначала нужно подойти на полку, где хранятся подарки, уже подойдет. Пух номер один, да. Уже поздно. Вот у меня еще, да, эта полка не пуста. А ты уже все выбросил. Ну, я-то да. Так вот, есть список, да? Заезжаем в какой-то магазин. Время есть. Там огромное количество всякой, подчеркиваю, всякой всячины. И ты, ну, не ты, я. И ты, да, на супротив выбранного, так сказать, фамилии ставишь. О, это и зайчика. Этому зайчика. Этому, этому что там? Этому тоже зайчику. Потому что зайчики обычно пять факов. Пять штук продается. А сейчас у нас год. Год какой у нас? Год. Змеи, по-моему, будет. Тебе знать нужно, Наташа. Потому что говорят, что это женский год. Ага. Нет, я ничего. Прости, пожалуйста. Прости. Да у меня же заявление. Чего личного нет, ничего. Просто так, нет. Зайди куда, на любую соцсеть. Ладно, я посмотрю. Посмотри обязательно в нашу любимую с тобой, где мы с тобой вообще. В фейсбуке. Там, да, год змеи, это женский год. Ну, может, с долей иронии. Это уж каждый понимает, как может, почему. Люди женаты, я думаю, поймут эту метафору, да, напрямую. Ладно, шучу. Ну так вот. Заполняем. Вот он списочек. И, соответственно, это так, 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 так. И вот эти все. Галочка наставила. Купили кучу ненужных вещей и довольны. Вот, правильно. Семь сестрам по серьгам. Купили кучу ненужных вещей. Потому что обычно все откладывают покупку подарков на самый последний день. Чуть ли не 31 числа. Так. И, в принципе, человек попадает в магазин, где куча народа. Все толкаются, пихаются. Вот эти все 10 зайчиков в одной упаковке. Смотреть, выбирать абсолютно неудобно. И поэтому, в принципе, это подталкивает к тому, что как раз без индивидуального какого-то подхода вот схватить это все, набросать там в тележку и побыстрее уйти из этого ада. Поставить галочку. Видишь, я вот перед тобой... Главное поставить галочку. Не подарить подарок, который тронет душу. Соответственно, нужно покупать заранее. То есть сейчас по рекомендации Натальи Лесиной, начальника аналитического отдела группы компании Allure, повторяю. Звучит рекомендация следующая. Готовиться к Новому году 2014 мы начинать будем уже сейчас. Вот, кстати, может быть... Чтобы вдумчиво подойти к покупку подарков. Правильно? Индивидуально. Так мало того, что индивидуально. Если покупать, я думаю, новогодние подарки где-нибудь в конце января, когда будут все вот эти вот новогодние именно подарки, с новогодней тематикой, будут очень хорошие скидки. И купить сразу на 2014. Это браво, Ваня, это браво. Это очень рационально. То есть она не девушка, а то есть она аналитик. Вот как в ней все это гармонично. Эмоционально и рационально начало сходится. Я все время восхищался Натальей. И особенно... Ну и продолжая это делать. Как вот действительно... С одной стороны, она девушка, рассуждает, как делать. А с другой стороны, она аналитика. Она говорит, ребята, а может быть даже ладно, бог с ним с 2014 годом. Давайте сделаем так. Мы с вами празднование этого Нового года ограничим... Ну сейчас мы, кстати, к этому даем. Просто бокалами шампанского. А на вопрос, а где мой подарок? Ну вам будут этот вопрос адресовать. Вы пришли без подарка. А где мой подарок? Ты знаешь, я забыл, ну или забыла. И приду тебе через неделю. Ну довезу. Довезу. А что делается за эту неделю? Идет спокойно в магазин. Народу нет практически никого. Мы с Наташей вдвоем. Ну, Ваня еще только втроем знаем теперь эту супервыгодную технологию. Мы идем в магазин. Там, а, нет народу. Там, б, все те же новогодние эти самые подарки. И, ц, там уже минус 30% как минимум. Правильно, Наташа? Конечно. Что мы сделали? Уважаемые зрители и слушатели, вы только что прослушали описание опциона. Это и есть опцион колл. Кстати, класс, класс. Вместо подарка надо дарить производные ценные бумаги. Да, да, да. Слушай, так далеко мы зайдем с вами, представляете? У нас тоже деривативы появляются. Конечно, конечно. На обычные людские радости. Да, да, да. Это цинично звучит. И главное, что... Опцион на елку. Довольно выгодно, надо заметить. А, кстати, подожди. А как, кстати, выглядит опцион на елку? А что ты украшать-то будешь в результате? Бумажку. Нарежешь бумажку, угрозишь, а потом тебе довезут. Кстати, опять... А есть такая, кстати, на Фейсбуке ходит тоже фотография, где елочку такую от машины прикрепили на стенку. Написано, вот мы там поставили елку. Очень бюджетно. Вот, я хотел сказать, что это, видимо, в целях экономии прежде всего. Мы-то пытаемся с вами, да, создавать новые реалии финансовых рынков. Мы, кстати, поговорим о рынке-то вот сегодня. Что делается на рынке? На рынке все замечательно. Все замечательно? Конечно, да. Как и всегда. Новогоднее ралли состоялось. Сегодня 29-е. Так. Торги на рынке не проводятся. Ну, я не говорю, что сегодня конкретно. Все отлично. Мы же не встречались сколько уже, на месяц-полтора, Вань, да, когда поставили нас в эфире? Да, месяц-полтора, да. Кстати, как твой робот поживает? Замечательно. С роботом все хорошо. Все хорошо. Я сняла, ну, как, большую часть суммы сняла. Да ты что? Угу. Зачем? Ну, году, понятно. Тратить пойдешь? Ну, конечно, надо же на Новый год съездить, отдохнуть. Боже мой. Ты только недавно приехал. Ну, совесть-то имею. Можно дальше продолжать. Можно дальше. Понравилось. Ладно. По поводу опционов. Это замечательная идея. Опционы на новогодние подарки. Это мы с вами, я бы так сказал, патентно это изобретем. Это наша идея. Родилась здесь, в эфире Финамо ФМ на Сухомастаре. Ладно. С подарками разобрались. Теперь все-таки то, на что дериватив не придумаешь. Ну, по крайней мере, вот сейчас я сейчас об этом подумал. На что дериватив не придумаешь. Праздничный стол. Забавно выглядел бы он тоже. Да, какими-то, так сказать, производными инструментами. Давайте праздничный стол, Наташа. Тогда ты создаешь праздничный стол. Праздничный стол. Вот многие... Опять согласись, извини, да? На праздничный стол Нового года, 14-го, сейчас продукты закупать преждевременно все же. Я надеюсь. Алкоголь можно. Алкоголь можно? Алкоголь можно. Он достоится, он у тебя. Это уже другой вопрос. Смотря в каких объемах. Если мы ко всему подходим так рационально, то да, достоит. Можно в депозитарии у вас. Или можно какой-то от девушки на хранение. Я думаю, тоже достоит. Мне нравится из твоих уст отдать девушке на хранение. Почему девушки? Почему именно девушки, действительно? Ладно, Ваня бы предложил девушке на хранение отдать. Кстати, в этом случае опять есть дополнительная... Мне увиделась, по крайней мере, логика. Потому что если ты отдашь свой алкоголь девушке на хранение, у тебя всегда есть повод эту девушку навестить. Да. Задать ей вопрос. Покажи, а как тут выглядит мой алкоголь? Ты извини, ничего. Я буду бы навещать. Вечерами. Алкоголь? Ну, надо же видеть. Ну, как вариант. Да, винный шкаф. Что-нибудь такое, да. Объективная всегда причина. Я сегодня к ней заеду. Зачем это? Ну как, мне надо бутылку мою проверить. Как она жива? Итак, возвращаюсь. Наташ, когда и как вообще это выглядит, значит, мы готовим, ну, давай так, не шибко, наверное, не шибко богатый, да? Ну, хотя не важно. В общем, красивый новогодний стол. Не, ну, слушатели наши, слушатели шибко богатый готовят, конечно же. Мы же всегда, в год давали рекомендации, как сделать так, чтобы было шибко богатый. Это нормально. Некоторые, вы видите, выводят деньги. У некоторых даже роботы есть, что уже свидетельствуют. Не, я хотел, выводят деньги, заработают роботами. Роботами. Ну, сейчас расскажу, как робот готовит новогодний стол. У тебя на все случаи жизни есть робот. Я теперь понял это. Я, кстати, недавно тебе об этом говорил. Ладно. Пусть будет богатый. Я просто хотел предложить некий такой универсальный, что ли, стол. А там можно какие-то акценты сделать. Вместо этого купить вот это, и он становится богаче. Или вот это поменять на это, и он становится демократичнее, бюджетнее. Неважно. Давай. Когда и как это делается, Наташа? Ну, соответственно, к столу нужно... Все покупают традиционно какие-то там скоропорчащиеся продукты и какие-то, которые могут полежать. Соответственно, то, что может полежать, нужно покупать, опять же, не там... Накануне 31 числа. Да, не накануне, когда уже покупается все. Подожди, а вот это... Смотри, вот это единственное, я так понимаю, да, накануне Нового года посещение магазина, оно... Это ужас, катастрофа. Подожди. Оно, в принципе, одно. То есть, когда я покупаю, вот, вращаясь в этой толпе, и зайчиков, и мандаринчиков, и алкоголь, и скоропортищие, это все вот одно посещение? Ну, обычно... Разбить на два хотя бы. Ну, вот вообще, это надо разбить не на два. А начнем с зайчиков, которые должны были быть приобретены еще в начале декабря. Да, в прошлом году еще. Ну, вообще, в идеале, на распродаже. С того года. Ну, это мы уже решили. Ну, ладно. Какой-нибудь колбасы на распродаже все-таки с того года не приобретешь. Соответственно, что-то такое, что, опять же, может полежать, можно купить в начале декабря. Кстати, я была очень, ну, можно сказать, приятно удивлена, когда я парни, ну, как в начале декабря тоже там заходила в магазин, в большой гипермаркет, и действительно, люди покупают уже что-то к новогоднему столу. А что-то это что? Что-то ты заглянула наверняка в корзинку? Зайчиков. Ну, вот, кстати, покупали алкоголь, покупали какие-то всякие маслины, оливки, ну, то есть все, что... Все, что к алкоголю. Все, что к алкоголю. Что, впрочем, развенчает миф о том, что алкоголь не устоит. То есть это все то, что мы той девушке везем с тобой, да? Да. Ну, у которой храним алкоголь, там же маслинки, там же оливки. Что там еще? Огурчики. А девушка, наверное, на какой-нибудь продуктовой базе должна быть. Баба Клав за складом, я чувствую. Да, да, они за складом. Образ рисуется такой. Нет, ну... Нет, у меня как-то более романтично ее сейчас представил. Как бабу Клаву. Ну, да ладно. Итак, значит, два визита у нас в магазин для того, чтобы... Ну, как минимум, два визита в магазин для того, чтобы новогодний стол, да? Первый раз мы идем за... Как их правильно назвать? За нескоропорчащимися продуктами, включая алкоголь и все, чтобы было вызвано. А второй раз? И когда это второй раз? Ну, второй раз в любом случае придется уже зайти в магазин накануне Нового года. Ну, вот, кстати... Кстати, давай так. Мы сейчас послушаем новости на Финам ФМ, а потом ты об этом нам расскажешь. Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодняшняя тема сухого остатка на Финам ФМ посвящена приближающимся новогодним праздникам. Мы пытаемся сейчас с моими уважаемыми коллегами-аналитиками представить правильное личное планирование этого самого праздника, начиная... Ну, или включая покупку подарков, оформление праздничного стола, елочка там обязательно. Кстати, тоже меня всегда этот вопрос интересовал и до сих пор интересует. Наташа, тебе он будет прежде всего адресован. Ваня, тебе тоже. Когда надо наряжать елку? И главное, когда ее надо убирать? Ну, убирать ее явно нужно не на майских праздниках. Самое главное, до майских. Тоже не вариант. Почему? Тоже не вариант. Ну, у нас, мне кажется, очень многие люди. Вот, мне кажется, женский ответ от мужского будет отличаться. Когда надо убирать? Мне кажется, мужской будет ответ. Не надо ее ставить. Нет, ну почему же ставить надо? То, что очень многие к елкам относятся, скажем так. Негативно? Ну, не то, что негативно, она настолько пофигистски, да. Ну, как-то это больше девушки. Ой, елочка, ставят твои огонечки. Ну, ты же в Деда Мороза веришь? Верю, в общем, она должна верить. Он у нее в детстве столько подарков подарит. Счастливая. Нет, тот, кто верит в Деда Мороза, да, ну, если так можно сказать, являясь натурой романтической, романтической, естественно, он будет внешним аксессуарам уделять должное внимание. А есть ребята такие, которые... Все, приятно, знаем. Прагматичные. Конечно. Я знаю, как выглядит этот Дед Мороз. Правильно? Нет, я... Знаю, как выглядит. Я сейчас не о себе. Нет, ну, если говорить о себе, то я знаю, как выглядит сейчас Дед Мороз. Да, это я. А когда я был маленький, если говорить о прагматизме, то я мог бы сказать, я знаю, как выглядит Дед Мороз. Это папа. Вот и все. И все сразу улетучивается, да, и вот этой сказки нет. Хорошо, когда сказка, да, Наташа? Угу. Любишь сказки до сих пор? Конечно. Какие? Про фондовый рынок. О, вспомнили, боже мой, действительно. Уважаемые слушатели, я напоминаю, программа «Сухой остаток» все-таки имеет основную идею, основную задачу, да, это обсуждение ситуации на финансовых площадках. Есть, оказывается, сказка о фондовом рынке. Мы не будем сейчас говорить о реалиях этого самого рынка, потому что, действительно, сегодня уже ничего не торгуется, и все, что случилось с этим рынком, оно уже случилось. Давайте послушаем сказку о фондовом рынке. Наташа нам расскажет. Сказку? Сказку. Ну, сказку. Сказки о российском фондовом рынке, мне кажется, как-то довольно тяжело придумано. Печальные, да? Ну, они все как братья Гримм такие. Настолько, да. Это как, вот этот фильм был, да? Ух, да. Ужас что-то. Ну, да. Как-то у нас все, хоррор какой-то, все сказки с таким оттенком, они не абсолютно не... Хорошо, а какая, на ваш взгляд, сказка о фондовом рынке, о чьем фондовом рынке могла бы вот в новогоднюю ночь, ну, или в преддверии Нового года прозвучать? Где больше романтики, где больше такой лирической составляющей? Романтики больше во Франции и Италии. Там есть фондовый рынок? О, да. Там даже есть экономика сильно побольше нашей. Наташа, расскажи, как во Франции там дела? Ты же часто там бываешь? Во Франции, кстати, нет, не часто. Даже на Новый год. Последний раз ты была в Италии, я помню. Я следил за сообщениями в прессе о том, как ты перемещаешься, как тебя затопило, я помню. Я переживал. Венецу сильно тогда затопило. Плавали там буквально. Плавали, знаем. Ладно, вернемся к новогоднему столу. Итак, последний наш с вами визит, это за скоропортящимися продуктами, коих мы покупаем, кстати, мы покупаем их на рынке. Но не о том, по поводу которого мы, собственно, изначально здесь собрались, а на каком-нибудь другом. Ты на рынке, кстати, покупаешь эти самые продукты, или ты опять в гипермаркет пойдешь? Я пойду в гипермаркет. Почему? Ну, потому что рынки работают, скажем так, в светлое время суток, а у меня как-то нет особо времени, по рынкам разъезжают. А ты в светлое время суток спишь? Ну, в выходные утром я сплю. Потому что все-таки трудовые будни, они откладывают отпечаток. Ранние подъезды. А ты ходишь еще за продуктами, Ваня? У тебя есть специальный человек? Не очень люблю. Специально обученный, я вам сказал. Иногда бывает, бывает. У тебя есть специальный человек, который ходит за продуктами, готовит покушать тебе? Есть такой человек? Как его зовут? Я не очень нехорошо умею готовить кушать. Я не очень помню, как его... Ну, это нормально. Ну, то есть он пойдет, да, на рынок за продуктами? Ну, наверное, да. Он знает об этом? Я думаю, что даже он не пойдет. Как-то мы как-то в каком-то пойдем вместе, в такое место, где есть специально обученные люди, которые специально обученными методами готовят. Мы же и купили, и приготовили. И готовят, да. И встретят, и приголовят. Как вы живете, неинтересно. Без задорки? Конечно, без задорки. Специально обученные люди обязательно. Зачем? Сам с утра, Наташа, при чем? С утра, выходной день. А еще есть интернет сайты. А еще есть интернет. Докатились. Где можно? Это значит, ты из кровати не вылезешь тогда, получается. Я? Я на дом привезу. Нет, вы неправильно же. Подожди, послушайте меня. Послушайте меня. Я все-таки человек пожилой. Я знаю, как это должно быть, на самом деле. Дед Мороз, мы же уже выяснили. Ну, конечно, как он выглядит, я вам рассказал. Смотрите. Морозным, обязательно, морозным. А давайте так. Ранним, морозным, субботним утром. Наташа, не отворачивайся, не отворачивайся. До заката, до расхода. Нет, нет, но это чересчур там. Еще рынок-то не... То есть петухи... Торговая сессия начинается. Обязательно вы должны ориентироваться на торговую сессию. Просто так, что ты будешь там ходить перед рынком, если тебя не ждали. Так вот, тем не менее, ранний... Ремаркет. Морозным утром. Да. Вы идете на рынок. Предварительно, что важно, я надеюсь, ты со мной согласишься. Смотреть на Америку? Не подожди. Ну, можно, в принципе, там какую-то динамику на помидоры и огурцы, да? Или что там еще, на мясо. Кстати, это самое... Фичерс на укроп. Идея фикс этого стола какая? Что должно быть на столе-то? Вы читали уже, нет? Учитывая, что... Нет, я тоже пойду в специально отведенное место. Для таких целей. Серьезно? Ну, конечно. Интересно вы живете-то. Ну, друзья, вы даже не знаете, что нужно есть в этот год. В смысле, в новогоднюю ночь. А там знают, кто... Ну, в том-то и дело. А вы-то этого не знаете. Ну, расскажешь. А если эти люди ошиблись, и они вам на ваш новогодний стол предложили не то, что должно быть на самом деле, и вы по незнанию точно так же облапошились, вы съели это, а потом, 1 января, вы мучаетесь, вы страдаете. И даже не только по поводу съеденного, а по поводу вот этого морально-нравственных, я так сказать, колик. Колики у вас, колики, морально-нравственные. Может быть, риски есть такие? Ну, конечно. Материальный риск. Огромное количество посредников между вами и новогодним столом. Вот. Еще одна идея. Еще одна идея, которая давлеет до рынками. Огромное количество посредников. Ну, важно, чтобы это были полезные посредники. Ну, понятно, что они должны быть. Положительно добавлены стоимостью. Как аналитики. Лицензированные брокеры. Конечно. Конечно. Да, давайте все-таки на секунду буквально мы от новогоднего стола с вами вернемся к теме, ну, традиционной теме программы «Сухой остаток» — это финансовый рынок. Я хочу тебя попросить сейчас. Как ты думаешь, что можно, если посмотреть на год назад, ну, имеем вам, да, 29 декабря, мы можем посмотреть на год. Что можно отметить как, ну, давай так, самые важные, не хотелось бы быть, а важным, как самые запоминающиеся, как самые интересные события вот на этом самом финансовом рынке? Ну, мне, наверное, так запомнились скорее выборы. Выборы? Чьи? Да. Куда? В России причем. Ага. А чем они? Вот. Неожиданность победителей? На фоне еще скорее... Которая, в принципе, сформировалась еще, когда, соответственно, были выборы в Госдуму, такая еще какая-то волна была, скажем так, негатива. Все вообще как это переживало? Смотри, ты переживала это, ну, имеется в виду, переживала, вот, сопереживала, или это мимо тебя как-то прошло? Почему я ходила на выборы? Я всегда на выборы хожу. Нет, я имею в виду, вот, волну, волну-то эту, да? Нестабильности как? Нестабильности, начиная с выборов. Ну, когда были выборы в Госдуму, после этого я отдыхать уехала. Я такие кошмары по телевизору смотрела. Не очень переживала, судя по всему. А, издалека. Она переживала там. Да, издалека. Я смотрела. Комфортнее переживать просто. Я помню уже скоро, ну, как уже там, скоро на посадку, я смотрю телевизор и понимаю, что в Москву лучше не возвращаться. Потому что у нас там чуть ли не гражданская война. Серьезно? Такие кадры показывали, как будто у нас вот действительно бьют. А ты хоть где-то такое показывали? В Лондоне. Нет, в Лондоне. В Лондоне. В Лондоне. Ну, самое хорошее место переживать нестабильность в России. Многие, кстати, в России они известны. Многие там даже остаются, переживая нестабильность. Ну, я все-таки созвонилась. А это местные телеканалы, да? Просто вот они умеют, видимо, так... Нет, это были не местные, а какие-то именно... Я просто сейчас не вспомню канал именно, на котором я смотрел. Наши отечественные? Нет, нет, нет. Это был иностранный канал. Что-то типа, может быть, Евроньюз. Ну, какой-то иностранный канал. То есть картинка была такая, да? Картинка была вот такая общеринка, вот сейчас вот танки поедут. То есть показывали действительно какой-то ужас. Как будто у нас не просто митинги, а вот действительно уже все. 90-е возвращаются. Кошмарики. Хорошо, Вань, тебе тот же вопрос. Что запомнилось тебе? Более всего. Более всего. Очередной раунд количественного смягчения. У меня будет занудный ответ, наверное. Ну, давай. Выборы мне абсолютно не запомнились. Бегство капитала рекордное запомнилось. Очередной раунд количественного смягчения запомнилось. Гигантская волатильность на валютных рынках. Ну, меня лично запомнилось это, когда я прям помню, я ездил в Европу, платил там 1,1 было, 1,1 доллара за евро, через 1,2 доллара за евро, а потом через 2 недели или через 3 недели уже был 1,3. Ну, то есть прям там безумно как-то курсы туда-сюда. Запомнилось в России, запомнилось Константин Малафеев, которому нагрянули с обыском. Потом что-то все попадало в какой-то момент. Вот. Ну, наверное, вот из таких вот событий как-то не отлегло больше. А вот ты про Куя-3 вспомнил. Да. Чем оно запомнилось? Ну, ралли, которое очень быстро сдулось. За два дня это же. Оно ралли, но очень быстро сдулось. Вот этим скорее запомнилось, тем, что рынок очень быстро переварил эту новость. Видимо, он уже сильно ждал просто и был готов к этому. Ну да, мне как-то вот Куя-3 напротив вообще не запомнилось. Ну, потому что как-то наоборот. Не ралли вроде такого, не сформировали, ничего. Как-то так все довольно вяло прошло. Вяло, вяло. Разговоров столько было, да? Реакций никакой. Шума много. Шума много, да. А толку мало. Хорошо, еще. Ты бы по Европам ездила, в конце концов, в физку. Что там может быть интересненького? В Европе всегда что-нибудь интересненькое. Ну, например. Ну, помимо подтопления, да, Венеции в последний раз. Ну, как в Италии всегда красота, вкусная еда, вкусное, хорошее вино и очень красивое. И такие же проблемы, как и были. Ну, это да. Структурные проблемы в экономике. Я, кстати, еще бы добавил, что запомнилась Испания и Греция. Их поведение во время. То есть Испанию лихорадило все это время безумная безработица. Греция то же самое. Безработица уже 25%. И все еще растет. То есть вот, ну, если с экономической точки зрения, то все как было плохо, так и есть плохо. Поэтому евро растет. Ну, Китай, можно, в принципе, отметить. Все-таки рост экономики ускорился в конце года. Теперь есть какие-то надежды на 2013. Потому что все уже начали как-то немного, скажем так, хоронить данную экономику. Вроде все, она уже больше не станет локомотивом именно роста с точки зрения мировой экономики. Теперь и на нее вновь возлагаются надежды. Ну, ты сама именно веришь в то, что Китай опять потащит за собой? Ну, я думаю, это единственная вообще надежда мировой экономики. Китай. Ну, вот на ближайшее время. Хорошо. Хорошо. Америка еще запомнилась. Чем? Вот я хотел. Выборами. Ну, тоже, которые прошли относительно прогнозируемо. Нет, а давайте немножко поговорим. Ну, я понимаю, наверное, профессия у вас такая, ничего не поделаешь. Мы устали об этом говорить. А вот все-таки все, что касается фискального обрыва. Проблема не решилась. Даже несмотря на то, что сегодня 29 декабря. Все равно очевидно она не решилась. Ну, какие-то шаги друг к другу. И республиканцы, и демократы сделали. О чем-то они, конечно же, договорились. Но, по-моему, точка-то не поставлена. Ну, это мы никогда не будем знать, поставлена точка или не поставлена. Потому что лаг между принятием каких-то решений, исполнением их и результатами, он настолько большой, гигантский. Это месяцы, кварталы, годы, я не знаю. Вот, то есть... Я понял. Сейчас мы еще раз новости послушаем на Финам.фм, а потом продолжим разговор. Итак, уважаемые слушатели. В эфире Финам.фм. Сухой остаток. Последний эфир этого года. Мы сегодня говорим о неком личном финансовом планировании. Ну, пытаемся посмотреть на приближающиеся события, приближающийся волшебный праздник Нового года. Все-таки с точки зрения людей непосредственных имеют отношение к инвестициям. Да, это так. Ну, как минимум, два человека, которые сидят в студии передо мной, уж точно имеют это отношение непосредственно. Я напомню, сегодня в гостях Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании Allure, и Иван Кабулаев, управляющий директор Инвест Кафе. Значит, давайте еще немножко мы с вами поговорим все-таки о рынках, а потом вернемся к Новому году. Честно говоря, вот нет у меня особого настроения о рынках сегодня говорить, ну, за исключением продуктовых. Фискал-клиф, Ваня, да? Все-таки проблема, которую, да, ну, как бы, сиюминуту точку поставить невозможно. Даже если эта точка будет стоять, все равно реакцию мы увидим много-много позже. С большим запозданием, конечно. Ладно. Ну, на самом деле, это вопрос, ведь, ну, как бы, классический вопрос про то, как, как, где точки роста, как добиться роста экономики. И, особенно, как добиться роста экономики с гигантским национальным долгом, что делать в такой ситуации, когда занимать больше, ну, нет, никакой возможности. И, вроде, казалось бы, надо сокращать все. Увеличить лимит долга. И продолжать занимать. Ну, это как-то первое время чумы. Ну, понятно, что нужно сокращать это все, даже если ты сам же печатаешь эти деньги. Ну, фактически, это то же самое. Долги покрывать своими кредитными карточками. Дальше кредитные карточки еще. Ну, да, да. Вот с чего мы начали. В принципе, одно и то же. Но здесь, мне кажется, еще вот главным таким итогом вот всех этих затянувшихся обсуждений можно назвать... Ну, вот будет очередной раунд каких-то таких проблем, когда республиканцы и демократы вновь встретятся. Уже надежды на то, что будет решение проблемы выработано довольно в короткие сроки, ее уже не будет. То есть, в принципе, любая такая проблема, и рынки могут сразу негативно на нее начинать реагировать. Они знают уже, да, как эта проблема будет решаться. У нас уже есть опыт и прошлогодний, кстати, да, когда потолок госдолга, и вот ни на чем практически они устроили там танцы на крови. Ну, еще и снижение рейтинга, да. И, соответственно, просто, когда в этот раз начиналось вот это все глобальное обсуждение, политики очень дружно и весело заявляли о том, что нет, что вы, мы очень быстро выработаем консенс. Мы придем к нему, и все будет замечательно. И вот, пожалуйста, вновь, в принципе, повторение ситуации 2011 года. Соответственно, любое опять обсуждение, и можно шортить. Ну, шортить надо все аккуратно. Небезвестный вам господин Салабута высказал такое мне, и мне очень понравилась эта идея. Те, кто шортит, те предатели рынка. Я надеюсь, он нас слышит, и его большой привет. Поэтому, так что не надо говорить сейчас о коротких позициях, дабы лицо свое, лицо свое садали. Давайте вернемся непосредственно, Наташ. Ну, не к твоему роботу в частности, но, тем не менее, к результатам того, о чем мы говорили. Действительно, говорить, ну, что там греха таить вы умеете. Говорите вы по существу преимущественно. И, что тоже мне всегда важно, да, все, что вы говорите в качестве рекомендаций, да, правило выстреливает. Давайте вспомним, вот, благодаря вашим рекомендациям, рекомендациям ваших коллег, ну, и, в принципе, если у вас есть, да, такие примеры, что дало максимальную возможность заработать в этом году, Наташа, что, какие инструменты, какие рынки? Ну, смотря кому, если мне, это, опять же, мой замечательный робот, который, соответственно, на срочном рынке работает. И, вообще, в принципе, на срочном рынке, то есть, есть хорошая возможность заработать за счет, соответственно, плеча. Ну, это единственная прелесть, да, срочного рынка, потому что там есть плечо. Ну, не единственная прелесть, ну, да, очень, причем, низкий комиссий, поэтому, соответственно, срочный рынок многие инвесторы очень любят. И, соответственно, общаясь с клиентами, соответственно, нашей компании, вижу, ну, такой повышенный интерес именно к срочному рынку. Ну, смотри, все-таки, если говорить об интересе к срочному рынку, мне кажется, здесь двояко. С одной стороны, действительно, возможностей больше у срочного рынка, а с другой стороны, не дает отдачу классический-то рынок. Вань. Почему дает? Дает-таки? Ну, конечно. Наш портфель переграл рынок на 40%. Серьезно? Да, за год. Где бы мне такой портфель? А у нас публикуются на сайте, можно каждую неделю пересмотреть. Ну, вот и вспомни, пожалуйста, все, что в этом портфеле, ну, или не все в частности, да? Ну, из-за того, что запомнилась электроэнергетика, ну, учитывая, что мы рекомендуем инвестировать и сами инвестируем только в классический эквитис, то есть без срочного рынка. И, ну, учитывая, что мой персональный взгляд, он очень, очень такой агрессивный на рынок, в хорошем смысле этого слова, позитивный. То есть не шартишь его? Нет, не шартишь его. Ну, ты себя не предатель рынка, если говорить с лавутскими словами, да. Ну, из-за того, что запомнилась эта электроэнергетика, которая, ну, она себя по-разному вела, и были реально разные проблемы, вот, и нужно там от ситуации к ситуации смотреть на все это. И, ну, летом было ралли, и на этом ралли все хорошо, много, прилично заработали. А еще есть событие примирения сторон в Нурникеле, что дало отличный, отличный заработок и по русаловским РДРкам, и по акциям Никеля. То есть вот из того, что прям реально вот запомнилось. Я понял. Один время не так много осталось, что-то мне вот захотелось, на Наташу посмотрел, опять вспомнил впереди Новый год, о золоте немножко, если можно, пару фраз о золоте. Ну, о тебе прежде всего, ну, и об активе под названием золото. Ну, что касается золота, если взгляд на, скажем так, 2013 год, мне кажется, есть шансы на рост, причем, на мой взгляд, довольно приличные. То есть обновимый максимум исторический, 1900 там с лишним? Ну, нет, я думаю, не до такой степени, но рост в золоте будет. Потому что все-таки, ну, вот у меня на 2013 год все-таки взгляд на рисковые активы не такой позитивный. Мне кажется, что вот мировые проблемы, в частности, европейские долговые, они уж слишком значительные, соответственно, они не решены. Это дальше все эпопеи продолжатся, волатильность оставится на слишком вот высоком уровне, можно сказать, запредельном. И, соответственно, это не позволит каким-то рисковым инструментам, соответственно, идти вверх. Ну, вот что касается золота, то инструмент в данной ситуации будет привлекателен благодаря тому, что, соответственно, спрос на доллары может немножечко сократиться из-за стимулирующих программ. Бывает такое, что, соответственно, спрос на доллары падает и, соответственно, ликвидность уходит в золото. Я плохо смотрю на золото, я считаю, что следующий год будет, я надеюсь, следующий год будет годом риска, в хорошем смысле этого слова, и это будет уход из малорискованных активов в более рискованные, потому что, ну, текущая ситуация, вот в моменте, какая она есть, на долговых рынках ставки близкие к нулю, заработать на этом, ну, практически нельзя, потому что, ну, все уже дальше. Многие банки вводят отрицательные ставки, и рано или поздно эти деньги все пойдут в Эквитис. А учитывая, что там денег так много, что даже небольшие ручейки в Эквитис, они просто станут бурными реками. Ну, дай бог, дай бог. Несмотря, все-таки, на отличающуюся позицию вас, уважаемые аналитики, я желаю вам успехов, успехов я вам желаю, чтобы все, что вы сейчас в эфире сухого остатка произнесли, сбылось. Я теперь уже в роли нет мороза, если так. Уважаемые слушатели, мы заканчиваем нашу последнюю в этом году программу сухого остатка. Я, естественно, прежде всего поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Прям желаю, да, всего того, что вы желаете себе, как традиционно говорят. Ну, и было бы глупо, если в эфире Финам.ФМ мы не произнесли главного пожелания, чтобы у вас были успехи во всех ваших начинаниях. Эти успехи приведут к известным победам, о которых сегодня в студии мы говорили с Натальей Елесиной, начальником антрического отдела группы компании «Алор» и Иваном Кабулаевым, управляющим директором «Инвесткафе». Спасибо вам, уважаемые аналитики, с наступающим вас Новым Годом. Всего вам хорошего. Это был Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. С наступающим. Всего хорошего. До свидания.